А сейчас немножко Рождественского Гданска. У меня есть всего полтора часика, чтобы посмотреть центр, но в принципе я думаю этого достаточно, чтобы увидеть, насколько город готов к Рождеству. Гданск один из самых красивых городов Польши. Я здесь не первый раз, правда сейчас только проездом. Но даже мокрый снег не остановит меня от прогулки по старому центру. Ведь он здесь как декорации к каким-то старым сказкам. Тут сразу несколько улочек с разноцветными домиками, которые рассматривать можно бесконечно. А еще разные кафешки, магазинчики, ювелирные бутики, набережная. Посмотрим, что с рождественской атмосферой. Что первое приходит на ум, когда думаем о подготовке города к Рождеству? Конечно, это ярмарки, где можно купить различные вкусняшки, глинтвейны, игрушки и декор ручной работы, угощения на праздничный стол, подарки, сувениры. Да даже просто ходить и рассматривать, а что это такое интересное предлагают в этом киоске, отдельный вид удовольствия. И в Гданске совсем не проблема это удовольствие получить. Вокруг старого города и по его улочкам расположилось множество торговых домиков. К сожалению, в 10 утра открыто было всего несколько из них, но вечером, думаю, тут можно провести не один час в изучении рождественских прилавков. А рядышком с ними находится кресло Святого Николая. Так что есть шанс еще и свое желание загадать в правильном месте. Но пойдемте найдем главную елку города, тем более, что ведет к ней такая красивая и яркая улица. Даже в серую погоду это место наполнено сочными оттенками. А вместе со снегом, рождественским декором и мигающими огоньками получается просто сказочная прогулка. Не хватает только праздничной музыки, которая могла бы звучать из кофеин и сувенирных лавок по дороге. Кстати, называется эта дорога Королевским трактом, ведь по ней когда-то триумфально ездили польские короли. Сейчас это пешеходная улица, обязательное место для знакомства с Гданском. Возможно, зима даже лучшее время для прогулки здесь, ведь оценить архитектуру не мешают многочисленные столики и зонты летних вирант из всех этих ресторанов. А вот и ратуша главного города. Сейчас в ней располагается краеведческий музей, где можно познакомиться с историей города. А со смотровой башней есть отличный шанс насладиться панорамой Гданска. Рядом видим пушистую красавицу, украшенную также сдержанно и элегантно, как и весь старый центр. Около ратуши находится фонтан Нептуна. Есть легенда, что горожанам настолько понравился фонтан, что они сразу же набросали туда столько золотых монет, что сам бог Нептун был доволен. А это немаловажно для такого большого портового города, каким является Гданск. Главная улица Гданска приводит к главной реке Гданска. Это Матлава и ее шикарная набережная. Здесь можно неспешно прогуливаться, наслаждаясь прекрасным видом и переходя с одного берега на другой. Можно покататься на колесе обозрения и увидеть классную панораму города и реки. Можно отдохнуть в уютных ресторанчиках, дегустируя морепродукты и свежую рыбу. Можно отправиться на небольшую прогулку на кораблике. Можно посетить Национальный морской музей или корабль-музей Солдек, который является первым в истории польского судостроительства морским судном после войны. А можно ничего не делать, просто стоять и смотреть на реку и наслаждаться городом. КОНЕЦ А еще Гданск это столица янтаря, ведь береговые линии Северного и Балтийского моря являются основными районами в мире, где можно найти янтарь. А купить изделия с этим камнем можно в ювелирных бутиках, сувенирных магазинах и прямо на открытых лотках на улице. Правда, с последними следует быть осторожными, чтобы не купить подделку. Если свернуть с набережной на улицу Морятска, попадете в янтарный рай. Это самое подходящее место для поиска изделий с этими красивыми коричневыми камнями. Магазины выносят свои витрины прямо на улицу. Если же вас не сильно интересует янтарь, посетить эту улицу тоже стоит. Она одна из самых красивых в старом городе. Ранее здесь селилась вельможа. Сейчас тут расположены богемные мастерские, художественные галереи, уютные кафе. Однозначно в этот город стоит ехать в любое время года. Рождество не исключение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин